Нам с вами нужно разобраться с тем, что, собственно, истинно вам требуется. Удобство и красота интерьера – это, в принципе, точное соответствие психотипа заказчика, то есть то, что вы несёте сами в себе. А это складывается во многом из так называемых метапрограмм. Что такое метапрограмма? Это стиль или манера нашего мышления. Как мы ведём диалог с окружающим миром, как мы одеваемся, какие машины мы выбираем, какие интерьеры мы выбираем. Всё это задаётся метапрограммой. Я только очень короткий список перечислила то, что задаётся метапрограммой. В принципе, вся наша жизнь формируется метапрограммой. Что делает метапрограмма? В принципе, это на уровне подсознания, отбор информации, его классификации. Некие фильтры, которые помогают нам разложить по полочкам то, что мы воспринимаем. А воспринимается нами из окружающего мира абсолютно всё. Просто мы этого не замечаем, концентрируясь на чём-то одном или нескольких отдельных элементах. Но абсолютно вся информация записывается к нам на подкорочку. А вот на уровне подсознания эта информация раскладывается по полочкам с тем, чтобы потом в дальнейшем можно было на неё опереться. Что ещё очень интересно? Сознательно мы, как всегда говорят, вот я хочу сделать так. Но очень часто подсознание работает на опережение. И вот для нас самая любимая фраза стала «хотел как лучше, получилось как всегда». Ну все улыбаются, я понимаю, что каждый из нас с этим сталкивается. С чем это связано? С тем, что работают метапрограммы. Они работают на опережение сознания. Мы собираемся с благими намерениями что-то сделать, а метапрограмма раз, выскакивает где-то на полдорожки к благим намерениям, и нам всё дело портит. Получается как всегда. Но метапрограмма подсознание обмануть невозможно. И метапрограмма выдаёт нам именно то, что требуется. А сознание очень легко увести в сторону, обмануть его. Поэтому, может быть, даже и как всегда получается, это хорошо, а не так, как изначально задумывалось. Поэтому, когда что-то не складывается, нужно ещё проанализировать, а нужно ли это было на самом деле. Если мы говорим о метапрограммах, они на все случаи жизни заложены. Но для того, чтобы хоть что-то застолбить, на что-то опираться, давайте мы с вами самую грубую классификацию зададим. То, что нас, в первую очередь, на сегодняшний день интересует. То, что касается интерьера. Всего пять метапрограмм, которые можно выделить, касающиеся интерьера. И, в принципе, мне кажется, это стоит записать. Первое. Вещи как ценность. То есть, по сути дела, это глобальное наше отношение с миром определяется. Вещи как ценность. Мы сейчас запишем, а потом будем разбираться с каждой позицией по отдельности. Далее. Идеи как ценность. Люди как ценность. Место как ценность. И процесс как ценность. Они могут монолинию выводить или перекликаться между собой, накладываться. И когда мы рассматриваем определенные интерьеры, что-то прочитывается сразу, а что-то всплывает потом. То есть, идут наслоения определенные. Давайте с первой программы начнем. Вещи как ценность. Вещи правят миром. И этому помогает информация. Иногда ошибочная, как мы с вами определили. Каждая вещь, как фотография, привязана к определенному моменту нашей жизни. Купили вещь, зафиксировали момент. Такой заякоревание идет. Привязка к моменту. И жизненную историю человека можно описать по его вещам. Если мы знаем, в какой последовательности они приобретались. Каким значением они потом наделились. Наверняка сталкивались, если не вы сами, то, возможно, у знакомых есть такие ситуации, когда вещи хранятся, допустим, взрослые люди хранят свои игрушки. Люди публичные, они, как правило, суеверны. Допустим, знаменитые артисты. Если они что-то особое в карман не положат, они на сцену не выходят. Тоже привязка к вещам. Есть вещи, которые хранятся, передаются с поколения в поколение. Допустим, семейные портреты. Или записки про-про-про. То, что касается нашего рода. Это какие-то бытовые вещи. Допустим, машинка Зингер, которую крутила еще наша бабушка. А для кого-то уже прабабушка. Всевозможные раритетные вещи. И у нас, по сути дела, идет привязка к этим вещам. Но мало того, что мы любим их, выставляем на почетное место. Они начинают на нас активно влиять. Вот представьте себе, допустим, я не знаю, какая-то вещь, допустим, про дедушку. Ну, портсигар, допустим, про дедушку. Который в семье хранится как раритет. Достается определенному внуку, например. Или правнуку. Но семейная традиция хранит информацию, что дедушка был очень успешен, допустим, наградной портсигар. Он очень успешен был в профессиональных делах. Но у него не совсем складывалась личная жизнь. И вот всю эту информацию начинает выдавать на гора вот эта вещь. И на уровне подсознания вот эта связка, она тоже начинает работать. Если человек знает эту историю, то такое ощущение, что он на себя одевает вот эту информацию и начинает невольно притягивать те позиции, которые когда-то случались с его прородственником каким-то. Поэтому говорят, что вещи, передающиеся с поколения в поколение, если они имеют негативную историю, лучше каким-то образом от себя отстранять. Потому что невольно мы на себя навлекаем то, что когда-то переживали наши родственники. По сути дела, это можно рассматривать на уровне мистики. Но на самом деле энергоинформационный обмен в среде, а это уже ныне завоевавшее достойное место в нашей жизни, направление, исследующее, как человек вписывается в среду, как он на нее реагирует и как среда воздействует на человека. Так вот, вещи – это небезразличное для нас явление. Сначала мы в них что-то вкладываем, потом они начинают на нас влиять. Этим очень удачно пользуются психотерапевты. Такое телесное изживание, допустим, через танец можно от чего-то избавиться, отдав какую-то вещь в другой руке, продав ее. Влияние вещи очень наглядно, допустим, в шаманизме используется. И это работает. Допустим, шаман делает человеку амулет и говорит, что вот это будет тебе на счастье или на счастливую семейную жизнь. Да, он туда зернышки, корешки положил. Они тоже несут информацию. Но в большей степени работает программирование. То есть он сказал, а он человек знающий, уважаемый. Он сказал, и идет самовнушение. Раз он сказал, значит, так и будет. И вот человек к нужному месту амулет прижимает, и он начинает работать. Тоже на уровне магии, но на самом деле это в чистом виде энергоинформационный обмен в среде идет. Очень хорошо, когда мы переезжаем в новый дом, покупать новые вещи, ничего старого с собой не брать. Потому что начинается алхимия создания дома, подбор, совместные работы, вот как он должен, как гнездо сложиться. И это абсолютно правильный подход. Потому что, еще раз повторюсь, что мы не знаем историю всех вещей, через какие руки они проходили, какие мысли высказывались в их присутствии, там, дружественные отношения были в этой среде, или наоборот, это были разрушительные отношения. Все это нами будет восприниматься, прочитываться. Мы этого не будем знать. Но вот эти глубинные программы, они будут пускать корешки. И потом мы будем удивляться, а откуда что выросло? А вырастает из-за того, что мы чужую вещь себе забрали. Вот это нужно помнить. Значит, у нас закрепляется в подсознании или положительный заряд, или отрицательный заряд. Вот это нужно учить. Вот что еще очень интересно. Человек, который дорожит вещами, если он начинает от них избавляться, раздаривать, или начинает перестановки какие-то, стояли в определенном порядке вещи, он начинает менять их порядок расположения. Значит, внутри что-то назрело, ему требуются перемены, и ему нужно помочь. Ну, или, по крайней мере, не мешать. Вот это тоже очень интересный момент, который должны уже специалисты учитывать. Спрашивайте своих заказчиков, часто двигаете мебель, да, вот какое отношение у них к этой стабильности ситуации в интерьере. Ну, давайте мы посмотрим. Если вещь – это ведущая идея для человека, то тогда их много, как правило, бывает, и нужны в изобилии системы хранения. Поэтому интерьер становится довольно простым с тем, чтобы был доступ к стенам, потому что традиционно у нас система хранения пристенная. Это всевозможные шкафы, гардеробные, кладовочки, ну, и система ящичков, конечно. Кроме того, вещи, цены и свои истории, допустим, как антикварные вещи. Так, давайте мы с вами посмотрим. Антикварная история вещей – это отдельная история. И 20 раз нужно подумать, прежде чем вносить антикварные вещи в свой дом. На сегодняшний день есть прекрасное предложение, когда фирмы делают по историческим образцам мебель. Она, ну, кроме того, что вы знаете, что это новоделка, то есть это только что сделано, она ничем не отличается. Те же материалы, та же ручная работа, допустим, если это относится к старым стилям. Те же приемы отделки, но совершенно другая история. Это чистая история. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Так, ну, давайте посмотрим. Допустим, антикварная мебель. Создается уголок... Всем хорошо видно? Создается уголок, который формирует определенную атмосферу. Но нужно учитывать, что если это истинно антикварная мебель, конечно, для собирателей антикварных вещей это душу греет, когда нашли вещь, она старая, раритетная, но мы уже говорили об этом, что неизвестно, что она в себе несет. Разумеется, это эстетическая составляющая. Но вот здесь в первую очередь мы говорим о том, что вещь должна занимать свое законное место. Вещь, ведущая, мотив, допустим, вот в этом интерьере. Он с историей. И на это, на метапрограмму вещь как ценность, накладывается в данном случае идея как ценность. Создать из естественных материалов интерьер, приближенный к земле, подчеркивающий сохранение традиций. Здесь демонстрируется попытка создания древнерусского стиля, ну или приближенная к этому. Соответственно, вещи несут совершенно определенный отпечаток. Подбор здесь совершенно обоснован. Вот это очень интересный пример. По сути дела, обезвлеченный интерьер, огромные окна, не несущие никакого цвета, очень простого свойства диван. Но посмотрите, какое наполнение, какое внимание каждой вещи идет. Ручная вышивка, подбор орнаментов. А орнаменты несут совершенно определенную энергетику. Сейчас для нас формально, после начала 20 века, мы формально стали относиться только с эстетической точки зрения к орнаментам. Красиво, некрасиво, нравится, не нравится, подходит к интерьеру или не подходит. Или там, допустим, на одежду вносим орнамент. Хочется, не хочется такую одежду надевать. А на самом деле орнамент, по сути дела, это зашифрованные надписи. А изначально орнаменты использовались для того, чтобы человек легче адаптировался к совершенно определенным геомагнитным ситуациям. Вот очень интересная книга Марины Качаевой. Качаевой «Сокровище древнерусского орнамента». В нем она описывает исследование, которое провела. В разных губерниях России характерны были разные орнаменты. Но были случаи, когда орнаменты имели перекличку. И она это связала с геомагнитной ситуацией. То есть выплеск энергии Земли. И оказалось, что в тех местах, где выплеск особенно силен, например, Курская магнитная аномалия, Каргопольский край, вот там, по сути дела, геопатогенность зашкаливает. И вот там встречаются совершенно определенные характерные рисунки. Допустим, свастики, солярные знаки. Что они делали? Они охраняли или оберегали от излишнего активного воздействия Земли, человека. Почему носили орнаменты, как обереги? На одежду одевали, подолы оформляли, оплечья оформляли, горловину, рукава. То же самое значение имели орнаменты, одеваемые на дом, как украшение. Мы это рассматриваем как украшение, но на самом деле это оберег. То же самое орнаменты, то есть определенные символы помогали на уровне энергоинформационного обмена, как мы сейчас уже говорим современным языком, легче адаптироваться человеку в сложной геомагнитной ситуации. То есть ничего случайного в народном искусстве не было. И вот здесь возвращаемся к этому интерьеру. Здесь, разумеется, не закладывается так глубоко значение орнамента. Здесь он выступает как декор, то есть система украшения. Но смотрите, как бережно и с каким удовольствием все вот это выкладывается для демонстрирования, для использования и для созерцания все вот эти декоративные элементы. В данном случае метапрограмма «Вещь как ценность», но на нее накладывается опять идея как ценность, идея сохранения традиций, потому что есть старинные картины, которые, скорее всего, сберегают как свидетельство длительного развития рода. Это семейные портреты, это характерные какие-то мелкие пластики, статуэтки всевозможные, то, что, может быть, там бабушки, прабабушки, прадедушки в руках держали, как свидетельство течением линии. Ну, и к этому привязывается стилистика. Вообще, метапрограмма, как ее можно рассматривать? По сути дела, это структура, а вот точинка, содержание этой структуры может быть любое. Мы можем любой стиль одеть на эту метапрограмму. Вещь как ценность. Это может быть и суперсовременный стиль, допустим, хай-тек или поп-арт. А может быть, мы соотнесем это с историей, как сделано это вот здесь. И, соответственно, не совсем до конца прочитывается чистота стиля. Приближение к классике, но все свидетельства стиля наряду с раритетными вещами, то, ради чего, собственно, все это разыгрывается, свидетельство стиля здесь тоже налицо. Иногда нарочитываем, иногда раскладываются по ящичкам прячутся и по мере надобности извлекаются эти вещи. А иногда нарочи-то выкладываются. И они служат напоминанием каких-то ситуаций. Потому что мы говорили о том, что вещь как фото, она привязывается к нашей жизни, к итогам нашей жизни. Допустим, зеркало, которое где-то там, я не знаю, в Венеции приобрели, перчатки по Франции, духи там же и так далее. И вот это выстраивает кангу жизни. Для людей, которые вот так подетально воспринимают мир, а мы еще будем об этом говорить, о масштабе нашего восприятия, когда для человека важна деталь, это во многом определяет содержание его жизни. От одной детали к другому путешествую, и это наполняет его жизнь смыслом и воспоминаниями, и привязкой к жизни в целом. И жизнь становится и удовольствием, и полной, в полной мере разворачивается. Вот здесь та же самая история. Пусть мебель новодел, но все равно со ссылкой на историю. Какие-то милые сердце фотографии. Тоже стиль собирательный, его нельзя описать однозначно, но тем не менее ссылка на историю в привязке к вещам. Здесь тоже налицо. Ну и, конечно, то, о чем мы с вами говорили, это антикварная мебель. Для антиквара до дрожи просто достать какой-то оригинал. Но еще раз повторюсь, оригинал не всегда несет в себе то, что, в общем-то, для человека полезно на данном этапе. Антураж замечательный совершенно. И хочется руку протянуть и оценить все достоинства мебели, но лучше воспроизводить современное, для того, чтобы выжили здоровее, и были жизнерадостны, и работоспособны. Это то, что касается вещи, как ценности. Какие у вас есть вопросы? Есть ли у вас вопросы? Понятно, о чем я говорю? Да, понятно. А если заказчик говорит, я в ваш этот кончет вообще не верю. А ему и не надо в это верить. Вы ему можете не говорить это. Вы просто задаете наводящие вопросы. Вот там, есть ли у вас какие-то вещи, которые для вас ценные, которые переходят там из поколения в поколение, да? Может быть, вещи, которые связаны с определенными этапами вашей жизни. Вот как я говорила, игрушки, допустим, из детства, потому что детство было счастливее. А дальше все вот как-то так вот не совсем понятно складывается, чем на это, в истории жизни. Не надо им говорить о метапрограммах. Это мы здесь умудряемся опытом. А на самом деле нужно очень простые вопросы задавать, на которые будем получать однозначный ответ. Какой вопрос, такой ответ, да? Есть? Есть. Позитив, негатив. Если негатив, то 20 раз нужно подумать. А может быть, его совсем в дальний ящик убрать, а может быть, переподарить там кому-то. Тот, кто собирает, а тот, кто будет счастлив. Но у него это воздействие оказывать не будет, потому что он всю историю не знает. Поэтому вот здесь нужно быть через... Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Я буду через... Подключайтесь. Подключайтесь. Поэтому не нужно перегружать наших заказчиков терминами. Вы просто выясняйте суть вопроса. Я думаю, что и вам проще будет работать. И в итоге вы должны получить тот результат, который наиболее приемлем будет даже и желаем даже. Не то, что приемлем, а желаем будет для человека. Потому что еще раз возвращаясь к тому, что в принципе портрет личности нам нужно создать. Это сверхзадача для интерьера. Не просто формально какой-то стиль соблюсти, да? Или... Ну, мода это вообще не то слово, которое можно применительно к интерьеру использовать. Сегодня мода одна, завтра другая. А это же социально показалось, как раз личности. Ни в коем случае, нет. У нас более глубинные мерила по отношению к личности, поэтому мода это мимолетно. Это то, что, по сути дела, навязывается. Чем определяется мода? Новыми тенденциями, да? Новыми такими-то философскими явлениями, техническим развитием. А нужно нам это? А как же? А вот какой несовременный, скажем, человек? Ну, когда человек... Понятно, что мы очень... Я понимаю, что мы очень зависим от социума, да? Мы должны вписываться адекватно, да? То есть лично зависим как бы это. Но на нашем личном уровне вы можете как угодно общаться, вы можете там адекватно в ситуации одеваться, быть в ногу со временем идти, быть упакованным с точки зрения техники и так далее. А это не все время? Нет. Это я не говорю о том, что... Да, мода среды именно, мода среды. Видите, в чем дело? Даже когда мы воссоздаем стиль, который близок нам, да? Допустим, готика. Уж какие там компьютеры? Там факелы, да? Никакого газа, никакого света. Мы же не будем, если мы хотим этот стиль воссоздать, отказываться от благ цивилизации. Мы просто должны достойно вписать наше понимание готики в современную ситуацию. Но я немножко о другом говорю. Я говорю о том, что портрет личности навязывается много. Социум на нас давит, потому что мы должны соответствовать современности, современному пониманию достойного человека. Ну, то есть со всех сторон мы должны соответствовать. Но внутри-то мы особенные. И социум, который на нас очень сильно давит, он не благо нам несет в этом случае, а разрушает нас. А у нас мир, допустим, из алых парусов. А уж какой там социум сегодня алые паруса? Вы согласны со мной? Романтика уходит. Ну, значит, мы с вами вот синхронно. Я тоже романтик, да? Да. И вы романтик. Творческая сфера свою, ну, как бы, индивидуальность, которая не кому не видна, выразила... Отдушину. Отдушину. Нет, выразить в чем-то. Кто-то в картине, кто-то вяжет, что-то... Это локальное решение. А у нас должна быть здоровая среда, чтобы мы в нее погрузились, и она нас в полной мере, я не говорю даже не раздражала, да? А она нас принимала как колыбель. Вот как лона матери. Вот когда никаких факторов раздражающих нет, я не говорю даже разрушающих, да? Это совсем уже не говорится. Вот тогда... А мы о жилом пространстве говорим в первую очередь. Я не говорю об общественных местах, это совершенно история другая. Там, да, это на показ все. Для социума. А вот здесь мы погружаемся в свой мир. И вот этот свой мир мы должны развернуться тем, чтобы нам было очень комфортно. Вот тогда это будет в полной мере. Это замечательно. А отдельные от душины, конечно, в какой-то степени они нас спасают, да? Здесь реализовались, там реализовались, в какой-то степени спасают. Но это все равно не совсем здоровая среда для обитания человека. Не совсем здоровая среда. Потому что мы должны полностью раскрыться, а не просто вот так кусочками. Потому что человек цельная структура, и он должен цельно существовать, в цельной среде. А я не говорю, что мы отрываемся от общества. Ни в коем случае. Вне социума мы существовать не можем. Правильно. Но свою индивидуальность мы тоже не должны терять из-за того, что нам что-то навязывают. Видите, в чем дело? Я поняла, о чем вы говорите. Так, Вика. Речь не идет о том, что мы пытаемся кому-то навредить. Просто если мы знаем историю эту, и если она связана с нашим родом, то это многократно усиливается. Значит, в чем суть вопроса? Давайте я прочитаю. Что насчет того, когда мы отдаем вещи для живого человека, это плохо или хорошо на энергетическом уровне? Ну, мы все разные. Если человек ее принимает, соответственно, не просто потому, что он обязан принять, там, в силу того, что это в русле, семьи идет, или в силу каких-то других причин. Если он ее принимает, если она ему нравится, она ему не навредит. Я правильно поняла ваш вопрос? Здесь привязка к нашей личности идет. А тому, кто дает, он освобождается от того, что его гнетет. Тот, кто приобретает, если он приобретает это с удовольствием, то, в принципе, вот эта энергетика, она как бы нивелируется. Она становится нейтральной, а потом начинает приобретать уже позитивные свойства. То есть, по сути дела, перезарядка в вещи идет. Ну, не то, что почистился, освободился, наверное, не стыдно. Почиститься – это немножко по-другому. Это не химчистка все-таки для души. Освободился от чего-то. А это тоже немаловыжим. Это то, что касается метапрограммы «Вещь как ценность». Вторая метапрограмма «Идеи как ценность». Хотя, повторяю, что они могут наслаиваться, перекликаться, и мы можем опять к вещам возвращаться и приобретать новые какие-то окраски для наших идей. «Идеи как ценность». Какие могут быть идеи? Допустим, воссоздать стиль. Допустим, «хочу жить в классике». Или собрать коллекцию какую-то необыкновенную, неважно чего, монет, не знаю, наэцкие, картин и так далее. Быть хранителем ценностей. Ценности тоже разные бывают. Бывают материальные ценности, бывают, допустим, ценности на уровне рода, хранитель традиций, или хранитель культурных ценностей. И это тоже можно реализовать через метапрограмму «Идеи как ценность». Например, «Мой дом, моя крепость». Как вы думаете, как будет реализовываться эта метапрограмма? Через что? «Стальные грехи». «Стальные двери», «Сейфовые замки», «Решетки на окнах» или, допустим, там, я не знаю, пули, непробиваемые, стекло. А оружие на стенах. Ну, да, это крайнее проявление. Может быть, человек никогда оружие не держал, он не представляет, как он будет обороняться. За какой конец там саблю держать, сложно. Собирают, да. На уровне подсознания они считают, что эта коллекция их может защитить. Правильно? Или нет? Или вы другой смысл вкладываете? Я знаю, человек, который все равно собирают оружие, которые у меня родились, которые в лес, вещи, керкесные шашки. Угу. 200 с лишним лет. Так. Так это метапрограмма «Вещи как ценность». А мы с вами об идее говорим. Это немножко другое. Это перекличка, да. Он реализует идею собирания редких видов оружия. Но здесь все привязано к вещи. Поэтому здесь первичные все-таки вещи. А потом уже идея собирания коллекции. Он один раз увидел там, не знаю, шашку, нож, я не знаю, что он увидел. И у него аж дух захватило. И он после этого начал собирать. Вещь привязала свое внимание. а метапрограмма развития идеи, она уже потом начала складывать коллекцию. Здесь что-то первичное, а что-то начинает насладиться. Вещь в данном случае первичная. А вот если мой дом, моя крепость, туда можно держать оружие. Допустим, вся Америка вооружена, условно говоря, и кто-то пускает в ход это оружие, чтобы защитить себя. Ну и не только защитить себя. но здесь может быть даже в большей степени реализовывается идея абсолютной автономности. Допустим, я не знаю, генераторы, солнечные батареи, собственный источник воды и так далее. Как крепость. Мой дом, моя крепость. Как средневековая крепость иллюстраивалась. Допустим, какой, 12-13 века. Бастион, который должен был без посторонней помощи продержаться для, допустим, гарнизонов тысячи человек целый год в автономном режиме. Значит, там должно быть питание возобновляемое, вода, ну, собственно, источник воды, да, кроме того, что есть стены, которые защищают, и есть оружие, которое можно выком держать. То есть абсолютная автономность. И вот здесь нужно доигрывать до конца. Сейчас, секундочку. Доигрывать до конца вот эту идею, да, что нужно сделать для того, чтобы почувствовать, что мой дом, моя крепость. Мне никто не нужен, я вот сам себе голова, сам себе защитник, сам себе кормилец. То есть абсолютно автономен. А я хотела добавить опять же современную политику, как я вот на все время думать, что это будет. Для нас важно юридическая защита. Если у меня защищена, вы видите, документы не знаете, все время права собственности, так далее. Если этого нет, ну, сейчас сколько вы себе показываете по мосту 24, они жили, жили медведей, и все такое какое-то время, а пришли и сказали, что у меня это не ваши выборы. Согласна. Согласна. бумажка, чтобы никто ключ туда не вставлял. Это никакая не крепость для ума людей понимать, что туда нельзя. Для честных людей. Ну, конечно. А другие, другие, они взломают вот жилетные и с этим, мне сказали, с этим, как называется. Ну, в общем, жилетные двери. Мы же свой дом как крепость выстраиваем не для людей, которые будут на него покушаться, а для себя, чтобы у нас собственно беспокойство. нижнюю защиту считаю. Вот если есть нижнюю защиту, внутри потом уже сидите. Ну, может быть, может быть. У нас немножко расходится мнение. Нет, я из своего личного опыта, мы здесь 40 лет боремся только за теоретическую защиту, чтобы никто не обвязал квартиру. Ну, это немножко другая, вполне современная, согласен. Но здесь даже юридическая защита не всегда помогает, к великому сожалению. Давайте рассмотрим несколько примеров. Допустим, вот эта идея как ценность сохранения традиций. Мебель, видавшие виды, пошарканная немножко, закопченой, там виден за столом, за стульями, закопченный вверх камина. Ну, некоторые вольности привнесенные это картина, но на самом деле здесь речь идет о сохранении традиций. В данном случае это разыгрывается определенной идеей. Интересно, можно вопрос о насколько вообще возможно обнажение в интерьере будет? но вот здесь вот если мы вернемся к истокам, смотря кто живет, как он к этому относится, насколько он художественно воспитан, это же не фотографии, это живость, правильно? Кто-то принимает неум, кто-то не принимает, то есть обнаженную натуру, да? Уместна ли она здесь? Большой вопрос, поэтому я говорю, что вольно здесь позволили. на самом деле она наверное не в публичных помещениях, а в личных покоях, интимных покоях, спальня, допустим, будуар, вот там это в большей степени неуместно, а в целом все зависит от культуры. Если вот этот спорный вопрос снять, то все остальное принадлежит традиции. Вот здесь идея, как вы думаете, какая разыгрывается? Музыкальный, конечно. Мало того, что коллекционируют, сами играют, причем универсалы на многих инструментах играют, и это создает абсолютно естественную среду для такого человека. Идея мира, пронизанного музыкой, по сути дела, и здесь это в полной мере реализовано. Вот это очень интересная вещь. Вот как бы вы охарактеризовали, не зная того, что является подоплекой создания вот этого интерьера. Интерьер предельно прост, современен. Вот там нанизаны образы восстущих красавиц, причем от самого юного возраста до даже не юного а детского возраста, до юношеского. Вот что бы вы сказали об этом интерьере. Какую идею здесь можно подложить? Легкомыслие. Легкомыслие. что? Мужчина, потому что красавиц много, поэтому нет. Присутствие женщины нет. Холодно все. Холодно. Деталей нет. Деталей нет, подробностей нет. Для женщины нужны подробности. Так, у вас мнение? Все очень строго. Тоже просто на те же самые строго. Картинка находится по лестнице. А в этот флакон чай еще какие-то на один. Очень мало свидетельств жизни. Наверное, в твоей истории пришел грозинный атака, я себе куплю, поставлю там пускай стрель полицы. Сниму. Да, дорожка на лестнице. Ухтонность с переливом. Говорит о том, что человек такой немного бешабашный. Вот бешабашный здесь очень хорошее слово. Картина, которая висит в проходе, да, у нас все пространство, все пространство. Чем-то как-то заполнит. Одна картина под лестницей, одна рядом с лестницей, одна картина дальше. В коридоре, да, дальше на стенах тоже, как говорится, видны картины, да, плюс комод, который ставит в коричневом комоде. Так. В полное отсутствие сочетания одного с другим человеком пытался замастить вот это все пространство, да, а вот пусть будет так и так лучше. Так. Вот, кстати, очень интересно. Вот бесшабашность очень хорошее слово мы нашли. Такую идею здесь подкладывали под этот интерьер. Взросление, идея взросления. Вот почему образ от девочек до юношеского, до девического, скажем так, возраста. Идея взросления. То, что это про девочки, то есть женский вариант, не до конца прочитывается, здесь подробностей не хватает, вы правы совершенно. Бесшабашность, это тоже свойственно вот такому взрослению. До конца ли это получилось? Наверное, не до конца, потому что здесь много недосказанного. То, что это про юношество, не до конца прочитывается, а прочитывается не до конца из-за того, что здесь присутствуют сложные цвета, допустим, цвет такой, ну, на экране он как близок к мыши на серому цвету стен, то, что больше характерно для уже такого зрелого возраста. Центральную часть оформили интересно, стульчики местами выбрали цветом правильно, а все остальное случайно. Может быть, именно через эту случайность пытались передать вот этот элемент взросления, когда еще нет ничего установившегося, а есть только развивающийся поиск себя, находит, не находит. В данном случае это можно рассматривать и как, скажем так, постановку интересной задачи, но не до конца разрешенной. А мне казалось, что это в хорошей, в большой квартире, можно сказать, шикарной, в которой два и одна. Так. Ну, что-то просто типа холод, человек большой, ну, как вот, хуже. Нет, ну, назначение-то понятно, что можно сесть за стол, пообщаться, да, проходная зона. Мы с вами портрет личности рассматриваем, да, или личности, которая привязана к этому интерьеру. А вот здесь мы не до конца это прочитали. Но вот слово, которое вы подобрали, мне понравилось. Да. Идея, которая должна быть разыграна. Потому что, я хочу сказать, что это все на широкую личность. Ну, у него этот пол, который вот такой вот красивый, напокурный, просто пол, который он принимает посторонних. Поэтому ничего не раскрывается. Понятно. Да, вот это. не до конца раскрыться и переносить. это широкая личность. Понимаю. Так. Вот здесь какая идея, как вы думаете, была заложена? Очень сдержанный интерьер. как бы замкнутое пространство. Несмотря на то, что там второй свет есть, то есть очень высокие потолки в два этажа, нижний уровень практически монохромный, даже ахроматический можно назвать. И вдруг вот там возникает вот такое цветовое пятнышко. Кинозавр. Это не кинозавр. Это не кинозавр. Это гостиная. Это гостиная. Это Это журнальная сторона. Журнальная сторона. А как вы думаете, почему здесь цветное пятно возникло, хотя все остальное построено почти без света? А вы уверены, что это удачное место для доминанта? И спиной сидишь. И только издалека ее можно увидеть, потому что очень высоко размещена, выше человеческого роста. Что вы говорите? Выбросить жалко, да? Обязывающий подарок. Но на самом деле здесь была разыграна идея защищенного мира. Вот там то, что выше досягаемости, это мир внешний. Он может быть и опасным. Там такая ящерка, которая уже повержена, показана. Не знаю, до конца объясню. Даже не ящерка, а ящерка такая крупная. А вот это мир защищенный. И вот внешний мир суда хода не имеет. Это разновидность мой дом, моя крепость. Но на другом уровне. Бункер, бункер. А раньше бункер строили как? Закапывались очень глубоко под землю, с тем, чтобы иметь ощущение защиты. Вот здесь не закапывались, но ощущение защиты есть. есть. А здесь очень несящно все решено. Почти при отсутствии цвета здесь очень интересно. На формах разыгранных, на фактурах разыгранных, очень интересно. Но вот этот противовес цветного, бесцветного, это не значит, что это плохой интерьер, но это для реализации определенной идеи. Идем дальше. Вот это, как вы думаете, какая идея здесь разыграна? Простота, как в природе, нет ничего излишнего, есть только достаточное. пространство, потому что и большая ванна. Воздуха много, да? Так. Вот это открытое окно, оно говорит о том, что в принципе преград нет. Водолейский. Водолейский? Ну может быть. Но вообще это на японскую тему, когда, условно говоря, все ширмы раскрываются, и человек существует на фоне природы. Вот этот белый цвет, он, конечно, западный, потому что для Востока белый цвет очень нехарактерен там такие смягчённые цвета природы. Но он даёт ощущение вот этого, почему вы говорите водолейский? Свободы, безбраничности пространства. Все преграды ломаются, ну просто хорошо. А это как раз тот самый случай, когда очень кажется расслабиться. Ну и соответственно назначение помещения здесь в полной мере соответствует тому, что показано. Так. И ощущение чистоты? И ощущение чистоты это через белый цвет транслируется, а свободный через белый и зелень. так. Вопрос. Я читала, что если очень-очень много белого цвета, то это значит, что человек хочет освободиться от всего. Он хочет открыться миру, да. Да. Белое действие наше программное и избыток белого цвета тоже очень хорошо. Вы знаете, это все-таки то место, где мы не так много по времени бываем. И олицетворение чистоты, наверное, в полной мере здесь в первую очередь прочитывается. Белый лист хорошо, потому что, допустим, после тяжелого дня вы на этом белом листе можете в основном все, что угодно нарисовать, записать и стереть ластиком. Здесь определенная игра. Игра немножко в Японию, немножко в свободу, немножко в естественность и очень много для релаксации. Если бы это было жилое помещение, тогда это можно было бы говорить, что это не совсем хорошо, потому что это приводит к цветовому голоданию очень быстро и это влечет за собой сложно поправимые ситуации, скажем так, цветовое голодание. А здесь мимолетное пребывание, отдохнули, вынырнули и пошли дальше свеженьким, чистеньким и довольным, потому что разгрузились. Вот очень интересные моменты. Люди, которые очень напряженно работают, допустим, выпускающие на телевидении, люди ответственные за переключение каких-то, допустим, атомной станции, да, вот смотрят на технику, и каждую секунду они должны быть напряжены. Тот, кто принесет вахту, допустим, ракетной установки, вот для них вот такие белые чистые листы очень полезны, потому что переизбыток напряжения, переизбыток информации, которую нужно постоянно отслеживать, ситуацию, как она меняется, нужно на чем-то разгружаться. Разгружаться можно на белом листе. А потом все, как пластиком стирается, дальше человек легче себя чувствует. Этот принцип тот же самый. они одевают на себя белые, у них редко когда бывают белые интерьеры, но вот одежда белая очень хочется одевать. А раньше как было? она как-то это объясняет? Или вообще вопросов света не хватает? Деткам это плохо. Деткам плохо. Я хочу как хорошо себя. Может быть человек очень насыщенный. Дело в том, что две разных позиции. Если мы говорим о белом свете, то белый свет можно разложить на ряд цветных составляющих. Радугу получаем. Если у нас белым покрашена стена, мы не можем белый цвет стены трансформировать вот в эту радугу. Это две абсолютно разные позиции. И вот здесь говорят, что вот на белом все что угодно может быть. Вот оно там и должно быть на этом белом. А его там нет. И глаз не синтезирует всю палитру красок. И вот это беда. Может если просто у них радугу освещение? Может быть, но тогда нужно обращать внимание, что со светильниками. Может быть, это северная сторона, где солнышка не бывает, но тогда лучше делать желтенький, тогда там солнышко заходить не будет. И позитивно, на несколько градусов выше это позитивно будет. нужно разбираться. Вообще для деток это в общем-то не очень хорошо. Давайте вот на этот интерьер посмотрим. Загородный дом. Все достаточно традиционно, но нетрадиционная мебель. И здесь одно кресло свободно, скорее всего, оно для обитателя дома, а второе посадили скульптуру. может быть, идея общения. И здесь это перекликается с люди как ценность, да, и место как ценность, чтобы мое кресло никто не занимал. Вот оно стоит как трон, и на этот трон я могу только претендовать. И у меня есть постоянный собеседник, он может быть шутом, он может быть советником, он кем угодно может быть. Игра вот такая. это очень характерно для постмодернизма. Постмодернизм это вот на этом постмодернизм что в себе несет? Когда люди устали от революций и многочисленных войн, им понадобилась игра, раскрепоститься. И правила игры писали сами для себя. Все что угодно может возникнуть. Высокие произведения искусства рядом с каким-то хламом откровенным. Но если это вписывается в сюжет игры, то это в полной мере оправданно. И вот здесь сюжет игры смотрите какой интересный. Традиционно деревянный дом это ближе к кампле к деревенскому стилю и вдруг возникают вот такие вот интересные формы и вдруг вот такой собеседник совершенно с другой жизнью. Очень интересно. Здесь опять наложение метапрограмм. Смотрите как здорово сделано. Вот это что бы вы сказали? Девочка делала. Сколько лет девочке как вы думаете? Может быть 39 девочке лет. Так что простите что вы не видите? У вас изображений нет? Марина или все видно? Или я не понимаю чего-то? Так все нормально. как вы думаете? Это тоже метапрограмма идеи. Идея как ценность. Вот какую идею здесь заложили? жизнь вопреки всему. Мне кажется что это наоборот больше сделала женщина. Потому что у меня опыт что до 30 лет обычно женщина уснует нормально сцентральной нет. Во всяком нет. У меня есть конечно без исключения как бы святые концепции. Да. И если человек так любит значит действительно есть время возможность и естественно желание. И я не думаю что женщина упремионной работы если только хобби рассматривать. Хобби мне кажется так реализовываться не может. сад как ценность вот сада нет, допустим, за окном бетонная стена, условно говоря а сада очень хочется, выхода на природу хочется, вот тогда начинают расцветать вот такие идеи праздника но я думаю, что это все-таки правильно вы сказали это зрелого возраста человек делал это не молодой не девочка, как вы сказали потому что здесь настолько все дозрело такие цветы на ткани вряд ли молодой человек выберет, это все-таки присутствие уже как бы зрелого вкуса, зрелого ума а у меня еще такое ощущение, что это жизнь вопреки всему вот не знаю вот такое ощущение, что может быть была потеря может быть что-то случилось и очень сложно через это перешагнуть и жить дальше может это открытие а может быть это открытие то есть открытие, чтобы праздник надо радоваться или обязательно праздник да, тоже вопреки всему пусть там дождь, снег полгода зима и так далее а у меня здесь будет хорошо да смотрите, как интересно реализовано далеко не для каждого это нужно да, но как интересно это реализовано так вот это очень интересное это японский архитектор здесь мы рассматриваем интерьер внешне это железо, не железобетон, а стекло и бетон то есть стекляшка, аквариум но внутри, через все этажи проходит вот такая ось от которой отходят ребра по сути дела разыгрывается идея мирового древа когда вот на каждом уровне возникают вот такие ветки которые поддерживают жизнь ну здесь это очень сильно стилизовано с точки зрения энергоинформационного обмена вот если говорить о работе вот этих ребер здесь может быть это можно рассматривать как офис но архитектор это дело для себя это чисто архитектурное дело там полочек много и такое ощущение, что кино ну и вот это вот древное ну это один из уровней это особняк, мощный особняк и вот это один из уровней что здесь? очень строгие полочки они поэтому отлично а он вообще очень строгий с одной стороны здесь органика разыгрывается начиная с использованием материала дерева, да? вопреки бетону и стеклу ну мы, собственно, этого и не видим да, стекло и бетон в то же время ритм очень жесткий задается с одной стороны органика вот как, допустим, пластинчатый грипп возможно это создавалось как библиотека и одновременно как кабинет архитектор это делал для себя по чистоте решения замечательно совершенно ничего лишнего абсолютно, скажем так, функция обнаженная но в то же время здесь есть художественная идея такое мировое древо которое прорастает обменяет разрывок функционально, безусловно с точки зрения энергоинформационного обмена не очень благополучно почему? потому что каждое ребро работает как бритва выплескивает энергию и для человека это не очень комфортно будет вот если мы посмотрели, допустим по этому же принципу устроились потолки готических соборов тот же самый принцип принцип пластинчатого гриба но там высота огромная 30 метров, 40 метров пролет и вот этот выплеск энергии он просто не достигал того, кто находился внизу а вот здесь, в принципе ну потолки не маленькие, конечно но тем не менее, все равно вот это каждое ребро начинает резать поэтому с одной стороны сама идея хороша чистота решения тоже замечательна но с точки зрения энергоинформационного обмена ну стоит есть над чем подумать скажем так разрядить противоположность как у вас станет разрядить заполнить таким деталям я думаю, что детали вот это в какой-то степени вот это в какой-то степени заполненное пространство оно будет мягче работать а вот это с этим уже ничего не сделаешь обжить его надо согласна игрушки повесить будет делать на новом году на гребет это основание да? а к до макушке добираемся там звездочка какая-нибудь еще возникла очень интересная идея так как вы думаете здесь какую идею разыгрывали? поддержание традиций и здесь еще параллельно идеи люди как ценность почему? круглый стол все равны между собой комфортно пообщаться атмосфера вот такая бабушкина когда там в розеточках варенья вкусная бабушкина то есть вкусно сделано ну и в первую очередь конечно это поддержание традиции потому что фотографии представителей рода все удачно а? а здесь все удачно несмотря на то что они немножко во времени расходятся стилистически они все равно срослись между собой такое ощущение что вот из поколения в поколение тут набиралось 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 и в результате собралось вот такое и это до сих пор сохраняется и атмосфера очень такая спокойная спокойная нейтральная так это мы рассматривали с вами идеи как ценность есть ли какие-то вопросы все ли понятно а это декоратор очень хороший это сейчас скажу кто Анна Путилова Анна Путилова это она собственную квартиру оформляла со вкусом со вкусом и со знанием дела то что ей требуется она декоратор декоратор тоже над интерьером работает так китч вовремя не уследила китч это к чему относится это последний где цветы и зеленые ага поняла китч ли это китч если переводить буквально с немецкого это безвкусица бессмыслица можно в какой-то степени сказать что немножко безвкусно но если мы оправдываем это объединяющей какой-то идеей допустим праздник на все времена да или допустим преодоление каких-то сложностей или недостаток живого живой среды в которую хочется вписаться то это перестает быть китчем согласна что там есть некоторые вызывающие моменты допустим цветы крупноваты цвета можно было бы тщательнее подобрать но тем не менее как китч я например не могу это рассматривать здесь более глубокие позиции китч это игра на грани фола а здесь еще есть где поиграть что украсить что усложнить и приспособиться для себя ну может быть я не права мы все мы все по-разному воспринимаем одно и то же явление и вот обмен мнением он очень интересен есть ли еще вопрос а сейчас мы к этому подойдем ну давайте напряжение значит дело в том что мы все в разных масштабах воспринимаем окружающий мир кто-то видит мыслит даже детально да вот допустим приходит выбирать стол и он видит не дизайн стола в целом а допустим как ложатся волокна древесины как отполирована поверхность какой рубчик отделку дают да как ключик встает там замочек который запирает ящик нет это вообще способ восприятия и это в большей степени характерно для женщин когда вот детально все прорабатывают детализируют мужчины чаще всего крупно мыслят в целом целиком оценивают и вот почему всегда нужно если семья мебель приобретает лучше ходить вдвоем мужчина оценивает да вот допустим стол хорош а жена там по всем деталям пройдется действительно ли он хорош настолько насколько видится мужу то есть вот здесь вот такое соединение разных видений оно очень большую пользу приносит так вот в зависимости от масштаба и мышление и восприятие можно поделить условно говоря на архитектурную часть когда глобально решается в целом все пространство это игра форм противовесы переход пространства или перетекание пространства из одного в другое далее дизайнерская часть уже более конкретно применительно к каждой зоне решение идет ну и плюс еще как бы еще раз выверяется архитектурная часть и декоративная часть то за что отвечает декоратор это подбор цвета ну хотя сейчас дизайнеры в большей степени этим занимаются это подбор фактур это подбор рисунка деталировка но без она вкусно задает интерьеру без нее жизни нет дополнение украшения интерьера обживания его на западе принято делить это на три профессии как правило втроем работают архитектор дизайнер и декоратор и каждый выполняет как бы по отдельности свою часть работы у нас чаще ну самый лучший вариант это вдвоем работают архитектор дизайнер и декоратор самый сложный вариант это когда в одном лице все три собираются очень редко когда можно до конца вот от глобального решать до локального они и архитекторы они и дизайнеры они и художники должны быть причем художники прикладники то чем он не все видит он видит мелочи и мелочи у него действительно очень интересные почему Шилова не все художники принимают любители очень многие его любят а вот художники профессионалы его недолюбливают почему потому что у него если мягко говорить школы не хватает вот допустим портрет да он лепит по кусочкам лицо и он его вылепливает но если посмотреть как допустим шея садится на туловище или откуда у него рука растет или где у него в локте рука я не знаю что он закончил но он у него базы нет то есть условно говоря структурно он человека вылепить не может то что необходимо для любого художника портретиста отдельно лицо да вот он все вылепит морщинка каждый да каждый седой волосу он натюрморта рисует великолепно совершенно вот смотришь на его белый скатерть там вся радуга собирается каждая складочка вот она как утюжком прошли где утюжок куда не дошел и так далее вот в деталях он очень вкусен не буду спорить но вот в следующий раз когда пойдете вот когда в следующий раз пойдете обратите внимание что он детально мыслит а вот цельности не хватает а? цельности нет не хватает ну он уже похлеет свою цельность он лицо делает центром да и цельность человека а это все не имеет значения все имеет значение посмотрите на портреты Крамского посмотрите на портреты Брюлова это понятно что это другая эпоха другой подход да но там все до мелочей ну когда можно Глазунову вообще сказать Глазунову кстати профессионалы тоже не очень жалуют ну это в общем-то такие вопросы которые кокулуарные кокулуарные скажем так к личности восприятия личности тема личности но вот очень кстати очень хорошо что вы Шилова вспомнили потому что масштаб его восприятия он такой немножко клиповый локальный детальный детальный это не свидетельство современности клиповое мышление да но это все равно не свидетельство современности сейчас очень разные художники есть есть глобально мыслящие есть локально мыслящие есть которые обладают и тем и другим видением и по-хорошему и архитектор и дизайнер и декоратор они и тем и другим должны обладать потому что когда у нас академическая школа проходит неважно высокого искусства касается декоративно-прикладного искусства дизайна как учат от цельного в частности потом опять возвращается к цельным чтобы не потерять цельность потом опять к частности и тогда мы получаем целое это самое дорогое но вкусное потому что детали тоже не забывают вот это классическое швы ну там свой взгляд своеобразный так еще следующая позиция человек или люди как ценность это очень своеобразный интерьер это голландские архитекторы сделали для себя вот такое место уединения все отделано шкурами всего два стул охотники ли они я не знаю не уверена но вот это теплое очень много шкур теплая атмосфера плюс еще вот такая печушка поставленная и всего на двоих с одной стороны убежище с другой стороны момент общения потому что два стула не один сам с собой говорю и вот это искусственное утепление стен по сути дела это разговор о двоих согласна очень нестандартное решение я не могу сказать что там в Голландии почему именно так они пошли таким путем но тем не менее это разговор о людях об общении между людьми не о шкурах не об охотничьих каких-то интересах а о людях теплая атмосфера для общения это можно принимать или не принимать это своеобразие мышления своеобразие подачи как сказать охотник вот так вот так он много может ну убить верей как-то а может быть это знаете как-то с царского плеча шубу сняли и так тогда одна на хорошую одна на хорошую они здесь все хорош но здесь сложно говорить о том какими путями неисповедимыми шла мысль у дизайнеров но тем не менее место для общения значит здесь разыгрывалась идея люди как ценность как бы спорно это решение не было вот это это подростковая комната здесь не очень хорошо темновато прочитывается но на самом деле с большой любовью все организовано очень строго очень строго но в то же время через детали милые сердцу картины не просто формально подушечки набросили а там изображение может быть желаемой собаки которой не хватает напоминает школьную доску но здесь наверное именно вот это или вот эта часть это просто засветка из окна там занавесочка и здесь тоже человек как ценность потому что именно для него под его интересы под его интересы создавался вот этот уголок вот это как вы думаете для каких целей посидеть поболтать у самовара да а может быть для завтрака место сбора вот очень интересно сейчас традиция теряется вот если раньше невозможно было представить что там кто-то на ходу что-то схватил там чаем запил или кофе запил и побежал то есть сейчас прием пищи расценивается как или подзарядка батарейки или подзаправка машины что называется антистресс антистресс ну может быть ну да да заедаем стресс раньше это было просто невозможно допустим патриархальная семья собиралась после трудового дня там котелок ставили картошку ели допустим из общего котелка и по ранжиру ушли от старшего до младшего в это же время шел обмен мнениями в это же время там обсуждали какие нужды на завтра то есть это был не столько момент подзарядки там или там забросить пищу и пойти дальше а момент общения основного и до сих пор ну на западе я не знаю как у нас на западе например эта традиция поддерживается невозможно чтобы в обеденное время один сидел за большим столом и заправлялся обязательно нужно с кем-то пообщаться традиция и вот здесь пусть она простенько очень решена но вот это поддержание традиции присесть хоть ненадолго да чайку попить а еще и там пообщаться ну да телевизор наше все поэтому здесь тоже люди как ценность вот это вот здесь тоже люди как ценность ведь мы можем рассматривать разные варианты допустим если мы рассматриваем общение между допустим всеми членами семьи когда много гостей приходит и каждому нужно чтобы было удобно чтобы для каждого был свой уголок это такой немножко демократический подход но может быть патриархальный подход допустим когда есть член даже не член семьи а глава семьи и вот ему все внимание а другие могут уже в своих интересах быть несколько ущемлены вот это патриархальный подход когда еще такое может быть допустим человек болен и все ходят в мягких тапочках или на цыпочках выносят телевизор не шумят то есть все ради него это тоже своеобразный подход человек как ценность но в определенных условиях совершенно верно а здесь допустим ребенок талантливый и он как ценность рассматривается и для него создается вот такая очень творческая атмосфера брыжащая энергия брыжащая энергия но и сам цвет сирени выбран не зря потому что он уводит нас от такого логического мышления в сторону интуитивного прозрения очень хорошо выстроен фрагмент интерьера вот это что бы вы сказали бабушкин уголок как ну может быть и актрису может быть бабушкин уголок вот напоминание какое она была в молодости там первая красавица королевства например да а а может быть очень эксцентричная девушка но мне кажется здесь цвета не хватает даже для эксцентричной девушки не-не-не это не черно-белая фотография это интерьер такой ахроматический но в любом случае может быть там бабушка ушла а ее место осталось как напоминание да значит и здесь в какой-то момент был человек как ценность а теперь идея как ценность сохранение все так как было при бабушке а вот в сцене она хочет типа может быть но в то же время она все-таки помнит о том что у нее были поклонники что была другая жизнь чтобы не потеряться совсем вот там допустим осесть да черный-белый как вы воспринимаете да тоже очень интересный решенный интерьер человек как ценность в данном случае метапрограмма вот здесь а вы же говорили что отдыхать на береме в лесе вот они не отдыхают как в бурной жизни но если это действующий актер то наверное это справедливо что он будет отдыхать если это допустим уход от активной деятельности только воспоминания то они такие ностальгия сплошная потому что цвета нет соответственно ну может быть это когда воспоминания вот я например выросла на Балмусской приезжаю мне вот сейчас 70 я думаю все-все-все ярко так это счастье что все ярко дай бог всем в таком возрасте очень зрелом возрасте так цветно и так живо оценивать и видеть окружающий мир это здорово мы гордимся семья и вот здесь стараются поддерживать традиции не просто перекусить где-то за барной стойкой а посидеть пообщаться стоочки неудобные как в кафе как в кафе но в данном случае это не кафе это все-таки жилое пространство ну здесь обязывают спину держать прямо по большому счету для приема гостей для приема может быть для приема гостей чтобы не очень долго засиживались такой деликатный дизайнерский ход нет более строго строго но в то же время атмосфера теплая задняя стеночка смотрите какая-то ракота приема в любом случае люди как ценность место для общения вот это здесь такие как кафе с очень высокими спинками и даже боковушками дивана там есть окно там есть окно в данном случае здесь идеи общения я понимаю я понимаю мы с вами рассматриваем какую идею можно было бы подложить под такое решение два дивана вот такие абсолютно так экранированные как в купе между ними вот такой сундук стол ну и выход на балкон выход есть и это всегда приятно общение в поезде может быть общение в поезде а может просто все-все-все и никто не осудит он выйдет и забудет очень интересно кстати очень интересно а может быть забраться с ногами на такой диван да и вот приглушить свет это будет абсолютно вот погрузиться полностью вот это все гнездо свое вот такое можно 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 даже и вот эту вот идею включить да аналог купе и в то же время не купе нас отрезает то что пол смотрите какой здесь активный шахматы шахматы очень долго здесь не получится сидеть потому что если нет это даже не усталость дело в том что вот такое такая репь перед глазами а здесь достаточно мелкая шахматка она со временем головокружения подташними чтобы посидели немножко и выпрыгнули на ходу ну тогда противоречие противоречие может быть это упущение хотя это делали для себя в маленькой квартире два архитектора мне кажется слишком прямолинейной формы для плетения интриг противоречие некоторое возникает интрига это нечто сложное не все не все проявлено ну тут противоречие сложное так действительно так значит это были идеи как ценность есть ли у вас вопросы у нас есть ценность следующая позиция место как ценность люди которые принадлежат у которых ведущая именно эта метапрограмма разыгрывается они всегда очень болезненно переживают переезды у них очень стабильно взгляд даже не взгляд на мир а быть стабильный допустим привыкают только в одно место ставить машину допустим только в один театр ходят на одного актера например в одно кафе ходят садятся за один столик если он занят то для них трагедия если на их кресло допустим в гости пришел гость и сел нечаянно на кресло хозяина то он может перестать быть другом этот гость то есть вот такое переживание места но это я крайний случай это так же как темпераменты крайний случай бывает крайне редко чаще всего сглажено все всего понемножку но какая-то есть ведущая метапрограмма а я обостряю смотря в какую ситуацию он вписывается кто его окружает как на него реагирует как он на них реагирует чаще всего такие люди не окружены людьми они одиноки чаще всего неудобные 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 не скажут но обидятся и непонятно почему обиделся у него просто вот подоплека вот здесь очень интересно место как вы знаете мы настолько сложные многоуровневые системы что вот так сразу прочитать все насквозь не получится как один из вариантов да как один из вариантов да может быть вот здесь место как ценность очень интересно я не знаю видно ли вам шляпа а здесь висит шляпа и вот это госпрограмма а это плетеный шляп она к сожалению здесь не проявляется и что здесь вот я пришел снял шляпу повесила на гость это мое место знаете как раньше пришел с войны снял шинель все отвоевался я пришел домой вот это мое место и вот здесь ну аналогии конечно они очень такие сильные может быть даже слишком сильные вот для этой ситуации огромные окна когда окна двери которые распахиваются в мир и мы видим свое место это сад который своими руками взрастили это может быть там из этого окна разворачивается вид на гору какую-то я не знаю ну то есть какую-то примечательность которая ради которой и выбрали вот это место это земляные цвета цвета земли прирастания земли а и даже без ковриков ну наверное климат позволяет наверное климат позволяет но на самом деле каменные стены каменная кладка натуральные материалы и вот эта укорененность она говорит о том что здесь ведущая метапрограмма это место как ценность вот здесь уже по-другому более изящно тонко решено но вот эти стена по сути дела выстроенные из окон огромные оконные проемы они тоже говорят о том что привязаны к этому это западный вариант да западный вариант декорация есть вроде бы преддверие штор есть а может быть это рассматривается как летний садик даже не летний а зимний наоборот садик где и шторы не нужны а вот эти портьеры как на сцену нас выводим и это тоже место как ценность вот здесь а здесь целая история ведущий телепередач американский ну даже не принципиально кто именно он работает каждый день то есть как на износ что называется как только у него выдается свободная минутка он едет в свой дом смотрите как он оформлен возможно мы до конца и не прочитаем вот саму идею место как ценность но история говорит о том что оно для него как место уединения да опять натуральные материалы кафельная плитка на полу кладка вот этой печки камина терракота ну и собственно но голова то не натуральная она она то ли ну да но образ то создан и птичка и птичка сидит то есть в данном случае опять привязка к природе к конкретному месту это это из-за птичка вот скорее всего да но это такая крупная галька вот здесь тоже место как ценность но скорее всего человек или уехал с того места а привязано оно скорее всего к южным странам это Индия может быть Индонезия об этом говорят рисунки на кровати над кроватью об этом говорят рисунки орнаментов на кровати возможно он оттуда уехал но вот это присутствие места привязка к тому месту покинутому оно здесь существует и такое тоже может быть вы знаете что это вот такую кровать поставить вот у меня на комнату платят мы временно купили ну я очень ставлю комнату как бы на втором комнате вот это вот крометос вы знаете ко мне все приходили эти картина масло копия все что не надеется все врач приходил у нас тоже приходило как у вас нестандартно как у вас сегодня так да позволили себе кровать большую достать они не понимали что у нас временно они подумали как-то вот ну никак а потом не захотелось менять нет я выброшу я там двойник стою ну отказали нам хватит вот это это сицилийский вариант место как ценность даже если очень простой быт вот как он обыгрывается деревенский стиль когда там все очень вкусно хочется подрогать фактурно свидетельство собственного труда там на огороде где-то на земле условно говоря да плоды своего труда и это тоже привязка к месту вот это очень характерно вот для всех деревенских стилей когда укорененность есть для дачи замечательно особенно на Сицилии это то что касается метапрограммы место как ценность и еще один вариант процесс как ценность ситуация когда человек очень динамичен он постоянно находится в движении и для него мучение усидеть на месте или допустим что-то очень стабильное укорененное на себя примерить чаще всего для таких людей очень простые решения допустим кухня самое функциональное место во всем доме это кухня с одной стороны она обыграна там немножко зеленью на заднем плане лесенка вверх поднимается на самом деле кухня такая вот такая обезличенная ситуация что предполагает ящик выделил задвинул достал действия там что-то подкатил что-то открыл что-то закрыл вот нет в принципе она очень деликатно сделана скорее всего по последнему слову техники но это свидетельство того что здесь процесс как ценность разыгрывается нужно что-то через себя пропускать постоянно делать согласно да но по-разному решается сейчас мы увидим что они все все разные допустим вот здесь та же самая история все все зашито для того чтобы процесс происходил можно что-то отодвигать откидывать там ощущение комнаты а тут нет ощущения здесь тоже обезличенное пространство здесь выход вот такое окно огромное которое немножко заплетено то ли плющом в общем бьющемся растения стилистика может быть разная а разговор об одном и том же здесь в основном будут примеры кухонные потому что самое пространство функциональное вот это очень наглядный пример движущиеся очень часто ставят на колесики вот эти части они вдоль фасада кухни двигаются очень удобно и в принципе для людей у которых процесс как первая ценность это вдвойне удобно одновременно вот допустим процесс здесь происходит там жарится парится но можно еще откинуть створку вот эту и в секретерии там что-то еще на компьютере поделать то есть многофункциональности трансформируемость пространства далеко не для каждого это приемлемо допустим вот такой столик он работает как стол в закрытом варианте но там еще масса всяких приспособлений можно что-то внутрь положить можно вернуть его наизнанку можно разложить то есть вот эти многофункциональности допустим стол стол как ценность мало того что он может быть обеденным он может превращаться в письменный он может допустим крышку у него можно приподнимать и чертежи там делать его можно если он на колесиках его можно по всей квартире допустим катать но на нем можно допустим раскатывать тесто для пельменей то есть настолько многофункционально и вот в этом есть своя прелесть мебель на колесиках вот для того чтобы убраться очень удобно допустим откатили тонку с телевизором из угла и убрались там комфортно колесиков нет никакого удовольствия от уборки нет процесс не тот вот все должно быть на мази на колесах но видите в чем дело далеко не все нет это правильно для дамского труда преимущественно дамского труда таскать за собой пусть даже не очень тяжелый вот этот агрегат правильно лучше если он на колесиках ну это вообще мечта нет даже не в этом плане это уже немножко из другой оперы да оно само катается хотя вот этот элемент он не может включаться в разговор элемента программы процесс как ценность потому что в процессе нужно участвовать участие человека если оно само катается пусть оно катается это немножко другой подход и вот это тоже кухня и посмотрите вот здесь тоже процесс идет но по другому там снял плошечку повесил плошечку да там перекладывание вещей вот да многофункционально совершенно верно здесь много готовят здесь много готовят правильно мы кухне то можем кухне ниши да когда кулер какой-то стоит нам вполне этого достаточно конечно конечно исходя из этого поэтому процесс может очень по-разному разворачиваться но всегда как как свидетельство первичности процесса всегда много много вариантность много детальность и трансформируемость присутствует вот здесь очень интересно и это тоже процесс как ценность такое ощущение что здесь прежние жильцы съехали и въехали новые жильцы и чтобы много всего не менять в классический интерьер взяли и вписали вот такой поп-арт так это классика это то что осталось от классики все остальное по цвету хорошо здесь все увязано иначе это было бы иначе это было бы неразрешаемой неразрешаемой проблемой по цвету увязали и это пожалуй единственное что можно здесь как обобщающий момент рассматривать все остальное все остальное из разных жизней из поп-арта свидетельство суперсовременности ну значит у вас процесс как ценность первичи согласна и вот здесь хочется менять и менять да сегодня одно завтра другое сегодня допустим одни друзья пришли один антураж завтра другие как как сцена да сцена изменение света допустим можно весь свет включить можно локально потолок мне самой нравится нет вы знаете у меня аналогично сделано в ванной найдя как бы помни обеды в веке как бы век то есть наоборот световой пишем на темном свете а тут цветной на беле ну вот самое главное чтобы это было органично решение может быть абсолютно разным значит вот это процессы как ценность они было может быть нет автор известен просто он за кадром остается у меня с собой нету данных об этом авторе и вот четыре пять основных позиций метапрограмм мы с вами рассмотрели их гораздо больше но мы свели их к минимуму они могут наслаиваться ярко выражаться трансформироваться но в данном случае каждый раз ведущая линия может быть отслежена еще один уровень вот то о чем мы с вами говорили масштаб восприятия отсюда масштаб мышления вот это абсолютно декорационный подход то что очень характерно для прованса в целом очень много мелких деталей которые выстраиваются в определенный ряд я знаю что вы его любите всей души хочется потрогать руку протянуть в эту историю войти посмотреть из каких плиточек пол собрано они вообще из разных жизней все собираются я бы еще там парочку пространства гармонизаторы пространства я знаю сколько уточки слоники это точно скорее всего и они тоже и в данном случае вот это локальное мышление то есть через деталь выстраивание всего целого оно выстраивается оно очень органично но здесь шли через деталь может быть сначала появилась там коллекция тарелок потом к ней привязали там еще что-то еще что-то потом появилась вот такая система хранения и к ней привязалось все остальное и вот это локальное мышление масштаб локальный здесь внимание деталям серьезно оказывается как кантик идет как он проявляется на фоне почти ахроматическом едва едва молочно-сливочном о локальности мышление говорит вот такой дробный пол он немножко уводит от цельности немножко рябит но не так сильно как шахматка не так сильно как шахматка если здесь внимательно оценить ситуацию то окажется что вот с этой стороны подход к оборудованию удачный а с этой стороны на себя выделить ящик не удастся места не хватает то есть функция хромает и очень часто это бывает когда от локального к целому идут то есть функционально можно поиграть целый немножко проиграть хотя картинка очень милая собирается вот это мы уже видели и здесь тоже локальное мышление скорее всего понравился один узор к нему прицепился второй узор третий потом сундук под него нашли и так далее то есть это постепенно выстраивалось глобального глобальной задумки скорее всего изначально не было что вот это именно таким образом и будет звучать приятный очень результат вот это мы тоже видели локальное мышление то есть от детали к детали шаг идет а все остальное оно у нас наверное не зря за пределами находится мы видим только вот эти оконные проемы и вот такие ну как полуколонны оформленные может это специально что вас отвлечь на вас привлечь вот все к этому месту хорошо украшенному оборудованному в данном случае тоже клиповое мышление вот здесь вот здесь такое локальное мышление оно привело к конфликту дело в том что много интересных вещей вот в этом секретерии или бюро интересное зеркало хочется вот этот антураж потрогать но все это перечеркивают очень активные обои и они встают в конфронтацию вот к этой начинке обои победили вот эту вкусную мелочевку вот это очень большой риск когда мы от частного идем в целом мы теряем иногда целое она тоже теряется да потому что декорация вот эта а красивые обои конечно нельзя глобально все помещение такими обоями оформить но локально вполне можно но наверное не в данной ситуации сами по себе они очень интересны и хочется рассматривать а здесь они от них от них отвлекается внимание вот здесь через детали это тоже сицилийский дом допустим наличник который когда-то стоял на фасаде может быть старого дома его вносит в интерьер по мере взросления возраста как бы увеличения возраста кровати у нее появляются какие-то декоративные элементы допустим тарелочка расписная приклеивается видно что это не сразу было сделано а впоследствии возникает всевозможные декоративные элементы которые живут второй жизнью может быть третьей жизнью и так далее здесь тоже внимание к деталям в целом все это собирается очень неплохо но все равно локальность мышления здесь очень хорошо подсчитывается вот это глобальное мышление несмотря на то что здесь и здесь огромное внимание деталям уделяется но смотрите как все цельно это делали архитектор для себя здесь все учтено и вот этот архитектурный подход он очень хорошо чувствуется все продумано все на своих местах но как часто в истории с архитекторами бывает светом чаще всего на одном цвете все разыгрывается с одной стороны это обобщающий фактор дающий дополнительную цель с другой стороны может быть чуть-чуть больше живости хотелось бы хотя очень интересная интерьерия вот здесь абсолютно дизайнерское можно даже сказать архитектурно-дизайнерское решение когда как элемент пространства совершенно очевидно встает вот такой укуфанный уголок очень хотелось бы посмотреть на все остальное пространство как там все организуется но здесь явно совершенно в детали не вдаются все глобально мыслит мыслите а? это не модульное это монолитное условно говоря монолитное вот это тоже дизайнерское решение цельное глобальное и чаще всего мы видим отсутствие деталей отсутствие орнаментов в пользу фактур наверное все уходит все остальное очень цельно решено вот это глобальное явление когда большие пространства динамика развития ситуации в пространстве перетекание пространства с одного в другое большие нерачлененные поверхности ну в данном случае здесь совершенно оправданы произведения искусства появляются вот здесь несмотря на то что деталировка здесь есть но здесь каким путем пошли за счет объединения цветом глобальность задали приятно приятно или нет ну наверное на разных этапах жизни по разному это будет восприниматься такое зелененькое пространство но тем не менее и такой прием тоже может быть а и на любителя тоже конечно для кого-то такое зеленое болото это родной дом а для кого-то совершенно неприемлемо согласна с вами а даже потолок зеленый здесь как я всегда говорю докручивайте до абсурда и здесь до него дошли пол светлый потолок темный интересное решение но не всегда выигрышное потому что сверху давит а внизу опереться в общем-то не на что это то что касается масштабности мышления значит мы с вами мыслим по-разному соответственно и мир и воспринимаем или одним кусочком или подетально ну и соответственно и требуется для нас абсолютно разные решения и последние позиции которые я хотела бы очень коротко вам о которой я хотела бы вам рассказать это обращение к нашим сенсорным системам это репрезентативные системы так называемые это те каналы через которые мы общаемся с миром всего несмотря на то что основных органов чувств у нас пять три системы репрезентативные всегда считают это создание визуального образа это озвучивание это пропускание через себя ощущений визуальный тип аудиальный и кинестетический сейчас мы это очень коротко проиллюстрируем как вы думаете ставку на что делают визуальный на первом и у меня тоже первое впечатление было визуальное потому что там можно каждую вот эту этикеточку прочитать пальчиком поводить познакомиться но что самое интересное у аудиалов тоже очень часто возникают вот такие коллекции аудиалы через звук общаются с окружающим миром почему именно так если для визуала эстетика важна допустим картины он ими любуется он переживает это эмоционально то аудиал тоже может себе коллекцию картин очень достойную собрать но он немножко с другой стороны к ней подходит он не столько переживает ее эстетически сколько он ее изучает он знает допустим к какому периоду творчества относится эта картина художника судьбу художника какие у него еще картины и это у него информация проговаривается на его внутреннем уровне еще большое счастье если у него есть благодарный слушатель то есть здесь уже полное озвучивание идет парадокс первый взгляд это визуальная система а с другой стороны это может быть и аудиальная система вот это то что касается декоративных свойств вещей и это безусловно обращение к визуальному уровню хотя вот здесь есть система хранения то что в большей степени характерно именно для раскладывания по полочкам аудиалов всей информации вот это как вы думаете для кого для визуала потому что он общается с миром через форму и цвет в первую очередь это переживание подсветка цвет как форма откликается на воздействие света это визуальная система вот это аудиалы как они через звук общаются с окружающим миром если допустим для визуала он может и не услышать как капает из крана вода или как допустим цокают коготки собаки которые идут по ламинату или там как гудит машина у соседа или полы скрипят аудиал все это отслеживает он общается с миром через звук и чаще всего у аудиалов возникают вот такие нивелированные пространства для взгляда не к чему прицепиться потрогать в общем-то все поверхности почти одинаковые но звучание пространства открывание закрывание хождение вот по этим полам вот это очень интересно и это в большей степени привлекает аудиалов визуальная неинформативность и вещественная неинформативность но зато богатство переживания звуков очень важно чтобы акустика в помещении была хорошей чтобы эхо не гуляло то есть в данном случае тот если один человек не обратит на это внимание другого это будет просто трагедия вот это это тоже для аудиалов разные материалы по-разному звучат он может не видеть как допустим сидя на кресле он может не видеть как другой человек спускается по лестнице но он слышит как он спускается и допустим совершенно глухие пространства с глубокими с высоким боссом ковры когда все очень глухо как в танке для аудиала это просто мучение ему информации будет не хватать значит ему нужно взаимодействовать с разными поверхностями чтобы был звук вот это для кинестетиков тот кто вещественно переживает все общение с миром здесь очень интересно покрашенные поверхности деревянные поверхности циновочки здесь переходят уже на шкурки кожаные поверхности велюровые поверхности такое богатство впечатлений для кинестетика очень важно через ощущение пообщаться с миром для них очень важны удобные кресла не просто удобные а еще и с какими-то наворотами массажные чтобы со всех сторон пожали помассировали покрутили ножки приподняли спинку откинули и так далее кинестетики на это очень серьезно отзываются ну и вот это на мой взгляд очень интересный тоже кинестетический интерьер когда тактильные ощущения должны преобладать над всеми остальными хочется плетеночку потрогать и босой ножкой по такому ковру походить в какой-то степени это перекликается с аудиальной системы почему потому что ну кроме кинестетической здесь в общем ну для визуала здесь формы разные интересные но еще и отражающие поверхности это зеркало оно такое как в розочку заключенное оно отражает звук как оно будет взаимодействовать со всем тем что происходит в окружающем мире в первую очередь это конечно кинестетический вариант так значит мы с вами рассмотрели три позиции сегодня это метапрограмма то есть то что ведет нас по жизни мы все разные хотя у нас структура нашего восприятия во многом схожи но начинка у всех разная второе это масштабность восприятия локальное и глобальное и третье через сенсорное общение с окружающим миром то есть через органы чувств что тоже очень важно и то что тоже задает определенную окраску каждому интерьеру это то что я вам хотела сегодня доложить какие у вас есть вопросы вот это нет это как дополнительная информация немножко об этом речь пойдет в курсах современного дизайна интерьера проектирования интерьера да там распечатки даются на эту тему но все очень коротко поскольку у нас все курсы очень короткие если вы к нам много ходите то вы в курсе что у нас сегодня начали завтра закончили уже все курсы очень короткие у нас двухчастный курс первая часть посвящена концептуальному решению интерьера а вторая и собственно вот там психология интерьера чуть-чуть дается современный дизайн интерьера а вторая это проектирование нет первая часть 32 часа вторая 28 в общей сложности 60 но все равно для начала разговора об очень серьезном этого достаточно для того чтобы в полной мере проникнуться этому нужно всю жизнь наверное проникаться этим далее для вот особенно последняя часть важна это декорирование интерьера тот кто любит ручную работу фактуры текстуры то есть рисунки потрогать своими руками сделать у нас есть такой курс он тоже очень короток 7 занятий называется декорирование ручная работа а на что наклеивать и не только там есть роспись по стеклу роспись по ткани золочение разработка орнаментов декупаж вот то что вы говорите наклеивание вы знаете это очень хороший спасительный спасательный круг если человек не умеет рисовать но очень хочется что-то сделать есть очень достойные варианты выстроенные на декупаже есть топорненькие скажем так а есть ну как повседневная мода и высокая мода но это зависит от вкуса ну и от наработок соответственно декупаж чтобы декорировать так вот что-то ну как бы они были непрезидентабельны я говорю я просто знаю что не упадут двери двери одно как бы там две двери вот такой декупажок там ботиночки там что-то вот такое чисто с нотами так вот инфицированное и ванную комнату так что вроде бы с интерьером вроде бы она есть вроде бы ее нет очень интересные приемы имитация различных имитация и коробочки тоже можно декорировать если их декорировать со вкусом то это очень хороший подарок то есть это от глобального идет до локального вы можете эти умения и знания применять к интерьеру допустим да а можете локально сделать своими руками подарок кому-то по случаю конечно конечно то есть в данном случае такой универсальный курс большая его ценность в том что там 7 занятий 7 занятий 28 28 часов мы работаем на материалах то есть вы каждую технику пробуете а дальше уже смотрите нравится не нравится будете вы ее использовать или не будете в дальнейшем ну и соответственно выбрав любимое можно дальше уже до бесконечности погружаться в эту тему то что касается стилистики интерьеров у нас читается курс основы дизайна и в русле основы дизайна разговор о стилях идет он очень короток всего занятий 8 из них примерно половина уходит на стилистику ну и как естественное продолжение или поддержание скажем так теоретических базовых позиций это компьютерное дополнительно отдельные разговоры о цвете компьютерное но для того чтобы проектированием интерьера заниматься желательно все-таки компьютером владеть потому что это и ускоряет процесс или совершенствует нет это уже следующий курс как продолжение далее что еще разговор о цвете теория цвета 4 занятия от самого простого каким образом цвет можно получить то есть принципы цветообразования до очень серьезных вопросов гармонии цветовой есть более облегченный вариант это только по сути дела только теория это семинар магия цвета в дизайне очень коротко такой обзорный разговор по времени это два занятия это 8 часов магия цвета в дизайне но это в большей степени ставка на теорию делается если вы хотите с цветом разобраться лучше приходить на теорию вы знаете у меня просто занимает добрая жизнь много разных и работы у меня там копилось уже у меня разряд провязывала она мне вынуждена работать и лежу там и шью и еще чего-то то есть много-много-много-много всего а вот как-то в интерьере все сделать сейчас мне это все светло подгаря разными знаете вот есть такие включай светильники которые разными цветами да потом новогодние лампочки и там вот эти ну значит нужно с цветом разбираться давай я вот сейчас как бы их впихиваю чтобы они много и вот это магнитет наверное ну если вы с практикой связаны то я вам рекомендую теорию цвета хоть теория называется на самом деле там практика преобладает потому что там смешение вот на практике вы мешаете цвета получится не получится да конечно конечно есть алгоритм действий так вопрос курс современный дизайн интерьера для архитектора дизайнера и декоратора всего понемножку первая часть называется концепция интерьера и по сути дела на этом уровне мы начинаем уже проектирование на уровне эскизного проекта по сути дела это дизайнерский ну собственно мы в русле дизайн интерьера все обсуждаем это дизайнер проектировщик и чуть-чуть в первой части курса будет по декораторскому там разговор о тех декоративных приемах которые можно использовать применительно к интерьеру то чем его можно украсить спасибо вам большое для меня большое удовольствие вам читать спасибо так есть ли еще вопросы спасибо вам спасибо вам спасибо я вас уже давно облюбовала облюбовали приходите приходить будем облюбовывать интерьер ну вот как перестройки всего интерьера я сейчас например у меня рожные балконы застеклены и у меня все время догадают застеклены вот там такие показывают интерьеры и рабочий кабинет из них делают что я хочу сказать из самого в мире ничего там нет что я хочу сказать что дизайн он дает вернее позволяет оценить картинку в целом и картинка в деталях еще начинает при сей ценности начинает в деталях разворачиваться или ноги должны вынести или жить тому же конечно в первую очередь конечно да в первую очередь он свой ряд как выбор предлагает в таком линии ну наша кровная задача как профессионалов дизайнеров в полной мере понять что нужно человеку может быть даже он до конца и сформулировать не может то что ему нужно попытаться проникнуться его идеями и предложить мне кажется сами все знают все потребности ну то есть по крайней мере для архитектора это получается сверху ну на самом деле нужно наверное дизайном начать заниматься чтобы до конца почувствовать что это такое это фантастика это фантастика мне как раз сказали что мне надо было туда я как бы на своем деле но вы руливаете вот именно на этот путь и это хорошо я вот конструктор первого проекта потом социолог когда их нигде здесь не было во первых дни в 70-м у меня была как бы промышленность эстетика промдизайн да да и профи такой и технику и так и приезжаешь и вы знаете я работал в Кировской области я удивилась уехала в Кировскую область а они там уже в среднем возрасте вам помогло у них ценилась этот авару с рыбками с лесарной мастерской мне как бы потому что они посмотрели зачем я так релакс я когда видела их но это красиво но мне казалось это как-то диссонанс с другой жизнью вы знаете они улыбнулись как мне потому что я не сельхозтехники я технайк я не любила ну ракеты а меня такая вот природа удивляет вы знаете я потом уважала вы знаете они под чистым водом и они как эксперты индикаторы так инженеры чистые водки чистого пространства то есть все что там какие-то бывают испарения пыль она вся седает там воду эти рыбки жены красивые все в порядке я думала какие молодцы но я подумала и так и думаю и не надумайте приходите буду очень рады я просто посмотрю так если у вас нет вопросов я вам очень благодарна за ваше внимание и возвращаясь к тому что что литературы крайне мало и вот маленькими маленькими дозами об этом пишут собирайте информацию как создатели интерьеров как обитатели интерьеров потому что нет к великому сожалению психологии интерьера освещается очень мало да может быть вы в свое время напишите книгу которая все бреши закроют нет вы не знаете как раз она закрыта это знаете давно в 70-х годах когда вы начинали предавать значение оператору и место оператора который суточный сидит ну вот как вы говорили в дежурстве пожарник там ну в смысле специальность такая что он должен сидеть чтобы не устал и вот там дизайн я это читала вот эту техническую сторону там и какие цвета и какое сочетание и под какую руку какой-то ум да и как создать холодную атмосферу в смысле чтобы не спалось да и как чтобы я это читала мне казалось что уж если там это нельзя как бы то это не совсем психология это немножко другое это эргономика нет один из разделов эргономики который описывает каким образом человек взаимодействует как он реагирует на цвет как на форму и так далее нет там разделов много и это один из разделов эргономики мы с вами немножко в другую сторону ушли в смежную профессию там это вот именно стены какой цвет и какой цвет должен быть вот этот рабочий стол и чтобы ну это раздел эргономики цветовая даже да так 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 есть ли у вас еще вопросы все спасибо за внимание спасибо так уважаемые слушатели научные есть ли у вас еще вопросы всем успехов желаю всего доброго до свидания да сейчас спасибо 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 Редактор субтитров А.Семкин